Здравствуйте, на Волнах Фином ФМ. Я Игорь Виттель. Это Парадокс с Игорем Виттельным. В гостях у меня Натана Федериксон, исполнительный директор Института демографии и миграции регионального развития, координатор проекта по Южному Кавказу Института Евразии. Здравствуйте, Натана. Обсуждаем мы сегодня ситуацию на Кавказе, на Ближнем Востоке, что от этого будет Россия. Натана, ну вопрос первый, насколько... Какие болевые точки вы видите сейчас? Какие наиболее болевые точки сейчас находятся на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке? Что сейчас может сдетонировать больше всего? Турция ли это? Возможно ли Сирия? Иран? Что-то на Южном Кавказе, да, проблемы в Грузии в той же самой. Что может сейчас детонировать особенно серьезно? Добрый день, Игорь, спасибо большое за вопрос. Что касается Южного Кавказа... Можете не благодарить каждый раз, и так хорошо. Что касается Южного Кавказа, я бы выделила там сейчас две основные болевые точки. В первую очередь это, конечно, Грузия. Сейчас очень активно обсуждается последнее заявление Владимира Путина относительно того, что с Грузией нужно уже нормализовывать отношения и уже делать это прагматично и активно. Очень много идет по этому поводу дискуссий, сомнений, но, тем не менее, камнем преткновения в любом случае останется вопрос Абхазии и Южной Осетии. Но очень важно, что Владимир Путин подчеркнул, что он совершенно не будет против, если Грузия будет помогать России в подготовке Сочинской Олимпиады. Между тем, где-то полгода назад, еще год назад, в российской общественности очень активно обсуждался вопрос того, что Грузия оказывает деспублиционное влияние на ситуацию на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане, который один из самых взрывоопасных на сегодняшний день. Федеральный центр надеется на Чечню, что она будет погашать это. Тем не менее, Дагестан вызывал много опасений. То, что Владимир Путин сейчас так открыто говорит, что он готов к сотрудничеству с Грузией, готов, что Грузия будет оказывать поддержку. А оказывать поддержку как? Давайте, подождите, извините, я сразу буду вмешиваться, потому что есть очень много вопросов. Да, конечно. Допустим, ситуация в Грузии, мы видим практически не то чтобы смену режима, но смену некого вектора. Мы видим, скажем так, чуть-чуть более пророссийские настроения, но ни один из грузийских политиков, в здравом уме и твердой памяти, кроме одного, не буду называть какого, не будет выступать за то, чтобы Южная Осетия и Абхазия были независимы. Ни один. Это камень преткновения. Это первое. Второе. Соединенные Штаты, которые разыгрывали карту Грузии достаточно сильно и продолжают ее относительно разыгрывать, хотя умело там сталкивают государства между собой, тоже не позволят Грузии повернуться по-российски. Если взять экономический баланс интересов, вот у нас просто до драки однажды дошло в эфире, когда я общался с известной экономистом. Я, кстати, все время забываю ее фамилию, но вы знаете, на «Эхе Москвы» Лариса, которая написала книгу «Почему у них получилось». И вот мы с Михаилом Михайловичем Хубутия, просто чуть не до драки дошло, мы просто обсуждали хорошо, а как строится экономика Грузии, что вообще Грузия может предложить, и может ли вообще Грузия существовать, и зачем Грузия и Россия, Россия и Грузия. И вот тут эти вопросы, они вызывают гораздо больше вопросов, потому что что такое помогать на Олимпиаде в Сочи? В данном случае с Грузией не вредить, террористов не засылать, так и вряд ли Грузия этим занимается. Ну, это так, конечно, но в информационном пространстве, это говорит о том, что уже начинается какой-то диалог, и, скорее всего, что Кремль рассчитывает на то, что во время президентских выборов, скорее всего, победу одержит господин Ванишвили. И тогда уже российско-грузинские отношения будут действительно выходить на новый уровень, а вопрос Абхазии и Южной Осетии, скорее всего, будет все равно откладываться его прагматичное решение, потому что Россия не откажется от той позиции, которую уже занимала, а Ванишвили действительно не согласится на позицию России в здравом и в трезвой памяти, скажем так. Этот вопрос, он будет уже решаться в более долгосрочной перспективе, но, тем не менее, скорее всего, это говорит о том, что Россия сейчас нацелена на то, что она ждет итогов выборов в Грузии, и ждет, что победит Ванишвили, и будут перемены. Ну, хорошо, вот мы просыпаемся завтра в Грузии и Ванишвили. Мазлтов, как говорят в Израиле, поздравляем всех, допустим, это для России чуть лучше, чем Саакашвили. Что Грузия будет делать с Россией? Какие у нас остались темы для обсуждения? Какие у нас остались экономические связи? Зачем нам Грузия? Помимо любви к этому народу безграничной, которую я испытываю, надеюсь, они к нам... Хотя чувствуется, что в последнее время, конечно, отношения были исполучены. Но, тем не менее, да? Чисто экономически, прагматически, что может предложить Грузия на мировых рынках, на российских рынках и так далее? Сейчас уже... Буракова фамилия. Вспомнила Лариса Буракова. Сейчас уже открыли российские рынки для поставки уже грузинских вин. Там должна будет прийти уже первая партия. Это на экономику Грузии, когда плодотворно окажет влияние, потому что на европейских рынках грузинские вины были в итоге задавлены. Потому что там, понятно, сектора уже поделены, и они просто не выдержали определенной конкуренции. На российском рынке им чуть проще дышать, и это немножко поднимет, скажем так, их какой-то тонус. Но я не знаю, можно ли говорить в эфире, тут еще проблема... Можно. Можно. Проблема воров в законе. Потому что как только у нас в Грузии начались проблемы, вот тогда в шестом году... Воров в законе были отправлены в Россию. Да, а у нас закрылись казино в России, которые все-таки имели к ним прямое отношение. Несмотря на то, что, конечно, это не совсем легальные вещи, но, тем не менее, их деятельность, в том числе и казино, это тоже оказывало влияние на экономику и России, и, соответственно, Грузии. И, скорее всего, эта ситуация опять начнет меняться. То есть в России, скорее всего, уже откроют, ну, большие сектора игровых зон. Может быть, не так, как раньше, но это все начнет возвращаться. И это, опять же, создаст новый диалог. Другое дело, что западные коллеги... Это прекрасно звучит цинично, но прекрасно. Я правильно понимаю, что будут созданы новые игровые зоны, которые по-прежнему будут курироваться грузинскими ворами в законе, что создаст новое пространство для диалога между экономикой России и Грузии? Конечно, это заявление такое очень провокационное. Ну, а как, если они контролируются, то кем они будут контролироваться теперь? Ну, скорее всего, я думаю, так и будет. Вопрос, что это, конечно, будет не завтра, не послезавтра, что прям вот резко прошли выборы, и сразу все это произойдет. Но я думаю, что в ближайшей перспективе, и что к периоду, может быть, после Сочинской Олимпиады зимней, как раз мы начнем это наблюдать. И, кстати говоря, мне кажется, что с Белоруссией игровые зоны, они везде, они открыты. Может быть, как раз оттуда часть хлынет обратно в Россию. Ну, как Боржоми сейчас хлынуло. Если вы думаете, что пошли грузинские вины из Грузии, насчет вин не скажу, а вот Боржоми-то, я тут на радость их посмотрел, бац, а он белорусский, оказывается. А где же обещанный по 60 рублей-то за бутылку в стекле, который завезли у российские магазины, оказывается, знаете где? И две фуры завезли всего. Поэтому я не очень понимаю, как две фуры могут оказать влияние на экономику. Это, я считаю, что просто проба пера. Пройдет время, и это все увеличится, конечно. Но опять-таки, вы же поймите, а в советское время, которое вы наверняка помолотьтесь, не помните, Боржоми-то была одна из немногих, одна минеральная вода, ну, полторы было, Нарзан помнили Боржоми, да? Сейчас в этой конкуренции, при всей моей любви к Боржоми, ни грузинские вина на российских полках, ни Боржоми не займут того места, которое бы оказывало существенное влияние на экономику Грузии. Прежние позиции утеряны. И прежние, кстати, тоже это было хорошо для отдельных производителей. В целом на экономику Грузии это такого влияния не оказывало. Возможно. Тем не менее, в любом случае, это будет приятно, мне кажется, что их портрету в целом, к общей ситуации. Другое дело, что если к власти придет все-таки больше президент, который настроен на восстановление диалога с Россией, то здесь, конечно, начнется очевидно такое противостояние уже с западными партнерами, которые попытаются перебить этот диалог большими предложениями инвестировать деньги под другие проекты. И здесь будет такое противостояние. Я считаю, что в этом случае Россия и, конечно же, Грузия начнем предлагать таможенный союз. И евразийский проект обещает те же блага, которые обещают сейчас другим партнерам, как Армении, Белоруссии. И вот что будет намного проще, будет проще перемещаться по территории России, что миграция будет уже легальней, и, соответственно, будут заработки. Это будет, скорее всего, такой ответ России. Но в любом случае, пока Михаил Саакашвили имеет право голоса, а пока он его имеет, говорит о том, что действительно полноценно будет налаживаться диалог, и будут какие-то прагматичные результаты в области экономики в том числе, конечно, маловероятно, потому что Кремль все равно ждет некого подвоха. И сейчас, вот, кстати, последние события в Афганистане, которые произошли, что там напали, кажется, на грузинских... Миротворцев. Да, миротворцев, и что Михаил Саакашвили... Ну, не миротворцев, там, по-моему, на контингент, да. Да, по-моему, на военных грузинских. И Михаил Саакашвили по этому поводу собрал как раз совещание. Кремль все равно ждет подвоха, потому что Афганистан тоже одна из таких центровых болевых точек. И России очень не нравилась позиция Грузии в отношении Афганистана при Саакашвили, потому что понятно, чьи интересы Грузия тогда отстаивала. И сейчас Россия будет, что называется, внимательно смотреть одним глазом на позицию Грузии в Афганистане, вторым глазом на то, что Грузия будет приходить как к западными партнерами, так и что будет делаться в отношении самой России. А чем может, простите за выражение, нагадить Грузию в плане Олимпиады Сочи? Стать неким транзитом для террористов? Да, вполне может такой себе позволить Грузия. То есть вы действительно считаете, что это может произойти? Я вполне считаю, что да, потому что через Грузию это уже проходило, уже были об этом разговоры. А как другие страны Южного Кавказа относятся к Олимпиаде, на ваш взгляд? Мне кажется, что Армения в данной ситуации на Олимпиаду, конечно, смотрит, но в меньшей степени, потому что Армении сейчас свои совершенно проблемы. Армении пытается... А Азербайджан, который также заигрывает, в общем-то, с Западом? Азербайджан здесь, да, самый такой интересный игрок, потому что с точки зрения энергетики он привлекает большое внимание. И с Россией сейчас отношения, ну, как более-менее стараются стабилизировать. И с Западом опять-таки? И с Западом там... А тут еще и Турция, которая стала... Очень сложно, да, и Турция, которая всегда была союзником Азербайджана, одна нация, два государства, вот это вот их вечный лозунг, и плюс инфраструктура, которую Турция пыталась сделать на Южном Кавказе, что усилило позиции Азербайджана. У Азербайджана были долгое время сотрудничества с Дагестаном, то есть Азербайджан туда инвестировал определенные деньги, и на каком-то этапе Кремль прекратил эту работу, потому что посчитал, что от Азербайджана будет идти какой-то негативный момент, как раз-таки в Дагестан, тоже улавливая в этом турецкую руку, опять же. И вот перекрытие... То есть Кремль боится экспорта салафитов? Да, скорее всего, потому что в Дагестане сейчас там действительно маленькая скра может просто взорвать все. Ну, в общем, не пороховый... И снести все просто вот на своем пути, в том числе... Ну, Кремль для этого делает все. То есть, с одной стороны, они, конечно, убирают одного из самых одиозных игроков дагестанской политики, с другой стороны, этот игрок при всех своих плюсах-минусах играл некую стабилизирующую роль и центрообразующую. Убрав этого игрока и имея в качестве президента достаточно слабого Абдулла Типова, Кремль может вполне себе напороться на очень печальную историю. Вполне да, но, скорее всего, Кремль сейчас искренне пытается, что называется, поступить по чеченскому сценарию, потому что в Чечне получилось с элитами договориться. Элиты довольные, сытые. И Кремль в элитах видит какую-то свою опору. В Чечне, в Дагестане они пытаются повторить сценарий. Ну, после выпуска новостей, если не возражаете, вернемся в студию. Ну, что ж, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Мы возвращаемся в студию, где беседуем с Наданой Фредериксон, координатором проекта по Южному Кавказу институту Евразес. Продолжаем беседу о том, где же сейчас самая взрывоопасная точка. И плавно подбираемся, значит, Азербайджан, который с Дагестаном влиял на Дагестан. И сейчас в Дагестане взрывоопасная ситуация. Ну, кстати, вопрос, а сможет Кремль удержать ситуацию в Дагестане или нет? А вы, кстати, так отстраненно говорите, как американские специалисты в Кремле. Отстраненно, да. Вы стараетесь как бы соблюдать? Политкорректность общую. Чтобы не сказать того, что теперь нельзя говорить в эфире, да? То есть запретили ругаться? Да. К сожалению, наследие Горбачева отпадает. А в Дагестане, да. А вы хотели сказать, доигрались, да? И продолжить, да? Так вот, да, насчет Дагестана. Скорее всего, пожары будут разрастаться. То есть те инициативы, которые сейчас принимаются, они так, мелкие такие инициативы, но все равно пожар будет. И федеральный центр не справится теми миролюбимыми силами, которыми пытается это сделать. Особенно, если учитывать, что от попыток Кремля успокоить Северный Кавказ. И тот факт, что тот же Ставропольский край был передан в владение Северо-Кавказского федерального округа, говорит о том, что власть пытается уже подкупать эти элиты, способствовать их диалогу даже за счет того, чтобы давать земли. Это закономерно вызывает всплеск определенный на этих территориях. И надо отдать должное, кстати, Юг России, он же очень важен чем? Что там, во-первых, и опять же нефтепроекты через него проходят, там будут строиться определенные объекты. И опять же, тот же Южный Кавказ, он оказывает на него непосредственно влияние. Вот тут сразу несколько вопросов. Значит, я понимаю желание Кремля, как вы выражаетесь, замирить Дагестан. Но будем учитывать, что Чесня – это все-таки моноэтнический регион, да? А Дагестан – это мультиэтнический, мультинациональный и, главное, мультиэлитный, да? Да уж. То есть мы видим ситуацию, Сирию умножить на 10, да? Не просто про состояние суннитов, лавитов и шиитов, не просто, когда лавитское меньшинство давляет над суннитским большинством, и те возмущаются, да? И эта карта разыгрывается всеми. А тут уже, вы знаете, сколько народов и этносов живет в Дагестане, да? Да, огромное число. И учитывая, что в долгие годы правил, в общем-то, Даргинский клан, да, сейчас аварцы, в общем, могут тоже немножко повзмущаться, а остальные тоже. И остальные, да, тоже захотят. А насчет земли вы справедливо ответили. Тут вот сейчас начинается опять разыгрываться закормленная Кремлем Чечня, немножечко поглядывает в сторону соседней Ингушетии, чтобы слушать чуть более славого Евкурова, да? И Кремль вместо того, что как-то вот эту ситуацию разрулить, начинает поддерживать Евкурова, если не по этому вопросу, ну, хотя бы на выборах, да? В общем, ситуация взрывоопасная. Как собирается наша власть в Сочи попытаться разобраться с Олимпиадой, учитывая, ну, конечно, Чечню замерили, а Дагестан опять-таки, да? Вот сейчас, я так понимаю, они пытаются действовать достаточно топорным методом, на мой взгляд, потому что уже Сочинская Олимпиада на носу, и уже придумывать какую-то долгую стратегию, просто, ну, нет времени, ни сил на этот счет. Сейчас они просто усиливают там присутствие полиции, причем впервые за очень долгое время, даже из Москвы, а полицейских перегоняют туда, это считается даже нонсенсом, потому что как-то это раньше в практике не было. Сейчас там просто будет на каждом углу представитель закона, который на малейшее движение, который даже ему покажется каким-то странным, он будет просто человека хватать и просто убирать с глаз долой и сердцевым. Что вызовет абсолютно встречную реакцию? Это вызовет такое состояние, вот, закрытые какой-то же тяжелым навесом пороховой бочки, потому что как только пройдет Олимпиада, допустим, даже очень хорошо, допустим, всех спрячут, кого надо спрятать, и все будет идеально. И мы в фокусе камеры будем выглядеть как одна из самых стабильных, шикарных стран. Но камеры уедут, гости уедут, все закончится, и вот когда будут снимать вот этот вот железный занавес, с которым сейчас эти проблемы закрыли, вот там-то может рвануть, то есть получит такой реактор. СССР 91-го года, как только сняли навес с бочки, оно и долбануло. Оно долбануло настолько, что раскол пошел так, и до сих пор с этим расколом борются. И вот это вызывает очень многие опасения очень многих как раз экспертов, что, в принципе, конечно, правильно, а что еще сейчас делать? И либо показывать всему миру, что у нас происходит, а у нас не все гладко, мы не самая ужасная страна, но есть очень серьезные болевые проблемы. Показывать их никто не хочет, это очень правильно. СССР с СССР не надо выносить. Либо, соответственно, ждать, что когда все это пройдет, то дальше у нас будет очень много проблем и очень много ситуаций, с которыми надо будет бороться. Ну вот у меня как раз вопрос еще чуть в сторону отъехать, потому что последняя болевая точка – это Турция. Я надеюсь, мы сейчас вот еще выйдем на связь с человеком, который оттуда недавно вернулся. Но мне вот интересно, насколько турецкая ситуация может сдетонировать ситуацию на Южном Кавказе, на Северном Кавказе, насколько это вообще может ударить не только по энергетическим интересам России. Мы знаем, что Турция находится в перекрестии многих интересов России, в том числе и энергетических. Но и стать экспортом неких технологий, я имею в виду политических, религиозных, и вызвать цепную реакцию в этом регионе. Вот вы знаете, да, вот это очень возможный сценарий, хотя сейчас есть два таких полярно разных мнения. Кто-то считает, что события, которые сейчас происходят в Турции, как раз наоборот, создают ту необходимую паузу, чтобы защитить определенные регионы России от вот этого вот влияния негативного. И другая группа людей, которые считают, что краски наоборот, очень не сегодня, так завтра, это все хлынет как раз на тот же Северный Кавказ и вызовет соответствующую уже волну. Вот как я и обещал, вас на секунду, простите, перебью, с нами на связи военный журналист Аркадий Бабченко, который недавно вернулся из студии. Аркадий, здравствуйте. Добрый день, я сейчас до сих пор в Турции. А, вы до сих пор в Турции, да? Я просто не видел. Да. Какова ситуация, на самом деле, насколько действительно ситуация взрывоопасна, насколько это может эскалироваться дальше, насколько она может выйти из-под контроля? Ну, здесь все ждут, что ситуация взорвется. Ситуация, на самом деле, довольно взрывоопасна, здесь все накрыжено. Лагерь активисты отстояли, площадь немного подзачистили, но лагерь активисты отстояли. Полиция довольно агрессивная, мы стали свидетелем избиения человека, попытались его отбить, облили успешно. Вот, но, в общем, здесь в воздухе что-то витает. Обстановка уже совсем не так, как была, там, 3-4-5 дней назад. А вы считаете, что ситуация может привести к оставке Эрдогана или к еще более серьезным последствиям? Насчет оставки Эрдогана я не знаю, потому что, в принципе, об этом вообще никто не говорил. Про отставку Эрдогана на полном серьезе такого разговора не было. Потому что вот эти лозунги «Таи пестифа», «Таи пухади» — это просто такой шумовой эффект, шумовые печалки. Здесь связь шла именно о гейзипарке. И люди, с которыми я разговаривал, я их спрашивал, зачем вы сюда пришли? Они говорят, ну, пришли вот, чтобы не дать вырубить деревья, нас начали разгонять, и это подняло вот такую волну. И речь шла только о гейзипарке. Зачем Эрдоган предпринял такой шаг? Зачем он начал это разгонять? Мне совершенно непонятно. Это абсолютно логичный шаг. Потому что это само бы все растянуло, и здесь оставалось несколько сотен человек. Аркадий, мы же с вами прекрасно понимаем, простите, я вас перебью, еще со времен школы у нас, знаете, учили научному коммунизму, что есть причина, есть повод. Мы понимаем с вами прекрасно, что гейзипарк — это был повод. А причины в обществе назрели давно, да? И поэтому, разгоняя, не разгоняя Эрдоган, эти люди все равно вышли на улицы, недовольные тем, что происходит. Ну, да, да, безусловно. Но здесь дело в том, что его в принципе, отставка его в принципе не нужна, потому что здесь вполне себе адекватный выбор. И он дохиживает свой срок, он идет в любом случае. И там дальше выбирай, кого хочешь. Здесь не совсем так, как в России. Узурпации власти здесь никакой нет. Что будет дальше, мне сложно сказать. Я не думаю, что он идет в отставку в любом случае. Но мне кажется, ситуация здесь может накалиться, да. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи из Турции был военный журналист Аркадий Бабченко. Ну, я как бы поспорил бы с Аркадием на тему узурпации власти. То есть формально, может быть, ее и нет. Но партия Эрдогана, она, в общем-то, у власти давно. Другое дело, что сейчас мы видим раскол партии, видимо, по линии Эрдоган-Гюль. Потому что, скорее всего, люди, с которыми поссорился Эрдоган, они не очень довольны ситуацией. Партия от власти не уйдет, а вот Эрдоган уйти может. Да, но мне просто понравилось, западные СМИ тоже стали сравнивать Эрдогановскую Турцию с путинской Россией. То есть такие вот тоже тонкие намеки на тему того, что наши страны слишком непозволительно стали сближаться. То есть такой вот месседж, скажем так. То есть одна из историй, как бы стоящей за Турцией, что Запад умело воспользовался ситуацией в Турции, действительно назревшей, так же, как и в России, для того, чтобы немножко наказать Эрдогана за его сближение с Россией. Может быть, даже не за прямо прямое сближение, потому что как таковое сближение мы не наблюдали. Ну, по позиции, да, по некоторым энергетическим вопросам. Что он может это сделать. То есть это вот, опять же, доигрался действительно. Потому что нельзя намекать очень долго на какие-то моменты. Ну, то же самое по Сирии, там не очень понятно. Кто-то говорит, что его наказывают за неактивную позицию по Сирии, кто-то, что за чересчур активную. Мне кажется, вот в данной ситуации, вот мое личное мнение, что, конечно, ситуация Сирия-Турция, их нельзя разделять. Но, учитывая то, что сейчас происходит в Турции, мне кажется, что вот сирийский вопрос, что Турция не вмешалась в итоге, как обещала, или наоборот, пыталась слишком активно. Мне кажется, это надо немножко разделить, потому что это отдельная проблема, это отдельные какие-то, может быть, договоренности Турции с западными коллегами. Нет, ну, Западу просто не нравится неосманский проект. Вообще Западу не нравятся сильные лидеры. Насколько... Знаете, я весь прошлый год задавался одним и тем же вопросом и сам себе, и всем гостям своей студии. Я всегда спрашивал, послушайте, а вот позиции Соединенных Штатов и союзников по арабской весне, это идиотизм или это просто какое-то злонамеренное? Либо мы чего-то не знаем, что они знают. Ну, просто потому что люди умудряются сами себе копать действительно ту пороховую яму, засыпать у нее порох и, в общем, терпеливо сверху прикрывать крышкой, и ждать, когда взорвется. Если посмотреть со стороны, да? Ну, зачем нужно было в Египте вполне себе лояльного мубарака менять на братьев мусульман? Зачем то же самое было делать в Ливии, да? Зачем Соединенным Штатам? Вот сейчас, глядя на это издалека, видимо, все-таки я понимаю, что это разделяя власть, то ослабить всех, да? Есть такая теория, она, кстати, была достаточно популярна на каком-то этапе. Это вот, скажем так, пресловутая идея, да, восстановления халифата. Когда шла арабская весна, там происходил вот такой очень интересный момент. Да, происходил политический переворот, к власти приходили исламского толка правителей, но уже все-таки они приходили к власти при помощи Соединенных Штатов. И, конечно, они становились партнерами в той или иной степени Соединенных Штатов. И вот если посмотреть на карту продвижения вот этой арабской весны, то она вот как поезд в метро идет, и на каждой станции останавливается, и происходит то, что должно произойти. И получилось, что эти страны, да, там сейчас иногда бывают антиамериканские вспышки. Вот когда выходил этот фильм «Невинность мусульман», как раз вызвало, что в этих же странах, где была арабская весна, стали штурмовать посольства Америки. Это был такой информационный выпад против Америки, и вряд ли самой же Америки спровоцированы, потому что их растерянность тогда, и как-то немножко даже неловкие попытки это загладить, они бросались в глаза. Так вот, скорее всего, была такая теория, что Америка, проводя вот эту арабскую весну, пытается сделать очень простую, в принципе, вещь. Да, там энергоресурсы, которые ей нужны, но это такой новый тип халифата. Они все равно в той или иной степени, эти элиты новые, которые приходили в класти, они в той или иной степени благодарны или зависели от Вашингтона. И путем, что Вашингтон их объединял. Это вот была очень интересная мысль такая, но не то, что в прямом смысле, прямо вот халифат под началом Америки, но какая-то вот нить вот из этой идеи вполне возможна. И вот такая вот большая армия, огромнейшая, которая будет подчинена в тойной степени зависеть от какого-то центра, это очень серьезная угроза. И в первую очередь как раз в противоречиях возможных той же России или Китаем, другими мощными странами, это очень, скажем так, серьезный козырь, когда вот за плечами вот так стоят такие вот ряд стран. Продолжим после выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, продолжаем нашу передачу. Это «Парадокс» Игорем Виттельным. В гостях у меня, Натана Федериксон, координатор проекта по Южному Кавказу, Институту Еврозес, с которым мы беседуем о ситуации на Южном Кавказе, на Северном Кавказе, на Ближнем Востоке. Натана, я бы эту чурю, может быть, даже о том, что власти остаются элиты благодарны Соединенным Штатам, или Вашингтону, как говорят, ястребом с капиталистского холма, уже в Вашей терминологии, я бы, может, и поддержал с одним «но». Мы, во-первых, видим ситуацию, когда, придя к власти, они очень быстро забывают своих благодетелей. Эта ситуация, в общем, чем-то напоминает, правда, диаметрально противоположную историю с Ираном 79-го года. Да. Диаметрально противоположную, тем не менее, да? Не на тех поставили. С другой стороны, мы слышали еще одну теорию, что вообще за всем стоит Катар. Вот злонамеренный Катар, или вообще, хорошо, не надо Катар страны залива, да, монархии залива, они вот всячески Соединенными Штатами, будучи злейшими врагами с одной страны, ближайшими союзниками с другой. Либо вот мне излагали, например, теорию люди, причем в теме находящиеся, что вообще за всем стоит Иран, который руками Соединенных Штатов устраивает вот такие провокации, да? И таких теорий достаточно много. То есть теории Загорова мы можем построить сколь угодно. А это не совсем теория Загорова. Это вот та теория, которую я озвучила, это вполне такая прагматичная, очень такая алчная концепция. Тут нету какой-то шумовой завесы, каких-то серых кардиналов, которые непонятно что творят. Там интересы предельно простые усилить свои позиции, учитывая, что все-таки Соединенные Штаты находятся на другом континенте, и заполучить энергоресурсы. Тут, мне кажется, не надо далеко ходить. А вот то, что вокруг Ирана раздувает такие... А вот тут я бы с вами опять поспорил. Вы знаете, это давнее мое желание с вами на эту тему поспорить. Вы абсолютно справедливо излагаете, как бы исходя из ситуации в Соединенных Штатах, в общем, скажем так, десятилетней еще давности. Соединенным Штатам сейчас им абсолютно незачем лезть в европейские энергоресурсы, если только не отстраивать позицию своих партнеров. Потому что в Соединенных Штатах произошла энергетическая революция. Соединенные Штаты, например, получив сланцевый газ, практически закрыли свои энергетические проблемы. Зачем им? Зачем нам поручить чужая земля? У нас и так все хорошо. Либо, как бы, с геополитической точки зрения, тут еще можно поспорить, да, действительно. Может быть, геополитика чистая, без экономики. Просто вот, как бы, ослабить напряжение, столкнуть, пусть они там между собой воюют. Если вообще посмотреть на... Говорили про Ирак, да, что Соединенным Штатам была нужна иракская нефть. Ну, помилуйте, Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке по самым скромным подсчетам 800 миллиардов, по самым большим 2-3 триллиона долларов, да? Да, там потери были колоссальные. Ну, возьмите, хорошо, посчитаем мировую закулису. Допустим, что все энергетические компании Соединенных Штатов, получившие контракты, ставшие бенефициарами, возьмите все их заработки, да? Ну, хорошо, как-то можем оценить геополитическую выгоду от того, что произошло в деньгах, и тоже приплюсовать. Это, вы знаете, несоизмеримо с потерями Соединенных Штатов в Ираке. Возьмем войну в Афганистане. Можем посчитать любую другую войну. Ну, да, афганская война, она вообще принесла... Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты вмешиваются в какую-то энергоигру, ну, возможно, но с Соединенным Штатом сейчас вполне и так хорошо. Там исландцевый газ, появился новые технологии, да, горизонтальные были все фрекинги и так далее. Вполне возможно, Соединенные Штаты свою проблему-то решили. А вот с другой стороны, соответственно, освободившиеся мощности, да, Соединенные Штаты вполне себе... А куда теперь АСПГ-то девать? Куда Катру, который на все это ориентировался? Вот оно интересно. И Катру еще нужно Газпром бы отсечь от их проектов. В странном заливе тоже там хорошо порвало. Вот кто может за этим всем стоять? Вполне возможно, но все-таки, как вы сказали, вот геополитический контекст, его тоже, мне кажется, что списывать не надо. Потому что, да, они свои проблемы решили, да, у них, может быть, более-менее на сегодняшний день стало поспокойнее, постабильнее, хотя это тоже очень такой шаткий вопрос. Но это не отменяет того, что они, в принципе, очень не против ослабить других игроков, чтобы при других переговорах, скажем так, быть выше и навязывать свою волю, свои интересы. Это еще не отменяло того, что Соединенные Штаты Америки выгоднее добить вот это вот сердце, как Бжезинский писал, вот сердце Евразии. Он об этом писал открыто. Возможно, но только извините, пожалуйста, Соединенные Штаты говорят, что Иран не должен иметь бомбы, потому что бомба не должна находиться в руках фанатиков, да? Тем же, просто поддерживая тех же самых фанатиков в Сирии против Асада, в Ливии против Каддафи, в Египте. Они что думали, что придет к власти в Египте не братья мусульмане, а придет этот атомный... У меня фамилии сегодня все выскакивают. Ну, вы знаете, о ком я говорю, да? Человек, занимающийся атомным проектом, европейский... Ну, бог с ним, вдруг у меня выскочила фамилия, да? Что привезут цивилизованные, прозападно настроенные... Да нет, я думаю, они настолько наивные никогда не были, являли будут. Ну, а чего тогда? Одним фанатикам бомбу не давать, а почему тогда другим можно давать бомбу и оружие? Мне кажется, там с Ираном уже понятно, что вот эти все санкции МАГАТЭ, что нет, вы там делаете плохие вещи, вы нам докажите, а Ираном сопротивляется. Мне кажется, тут, конечно, понятно, что дело совершенно не в этом, что это такая общая, большая декорация, вокруг которой все пляшут и параллельно решают свои вопросы. Другое дело, что вот эта вот ситуация по ядерной программе Ирана, она очень злоботневно так провоцирует Россию, потому что Путин буквально на днях высказался, что он не считает, что Иран делает что-то там противодоконное или что-то, что противоречит санкциям. Конвенция ООН, на что журналисты обратились, соответственно, к пресс-секретарю, по-моему, Белого дома, и тот занял позицию, что он вообще не слышал позицию Владимира Путина. Когда ему ее озвучили, он сказал, а наш позиция осталась прежней. То есть в любом случае вот этот вот ядерный вопрос, он создает такой вот треугольник отношений. Это Россия с ее какими-то ядерными проектами, это Иран и, соответственно, Соединенные Штаты. Америка прекрасно понимает, что ядерное сотрудничество России и Ирана, оно вполне возможно, но тоже будет продвигаться очень аккуратно, очень так поступательно, там, какого-то бурного сотрудничества, естественно, не будет. С другой стороны, Америка понимает, что кроме ядерного сотрудничества, Ирану и России сейчас нужно только думать о том, где находить новые точки соприкосновения. Если они найдут, ну, Америке будет очень печально, потому что Иран тогда как-то больше будет с региональными соседями дружить, ему как-то это повыгоднее будет, и вместе будут уже разделять и властвовать какие-то там территории, вопросы и так далее. Америка окажется за бортом. Америке это не нужно. Гораздо проще, на мой взгляд, развить вот этот ядерный карнавал, вокруг него скакать, плясать, под этот ядерный карнавал смотреть на оппозиции других стран, других игроков, кого-то на себя и притягивать, и тем самым создавать уже те декорации на будущее, на перспективу, которые будут выгодны. А вокруг Сирии им зачем плясать тогда? А вокруг Сирии все-таки я склонна думать, что они планировали все немножко не так, на мой взгляд. А мы можем, кстати, сейчас, простите, говорить о том, что в Сирии все пошло не так, как прогнозировали, и Асад явно побеждает. Вот явно побеждает, мне кажется, тоже немножко преждевременно, но что он продержался столько времени, еще, в принципе, что называется, давал жару в ответ. И продолжает давать жару. Продолжает давать жару в ответ. Это, конечно, показатель того, что Америка, ну, несколько либо недорассчитала какие-то свои планы, потому что одно дело написать стратегию, другое дело исполнение этой стратегии. Это тоже две разные вещи. А зачем Америке-то Асада свергать? Вот объясните мне. Да я не думаю, что у них прямо была первая задача, может быть, изначально, да, там, провернуть арабский сценарий, поставить другого человека, на этом успокоиться. Опять же, здесь очень важно, что вокруг Сирии, посмотрите, сколько других проблем тут же стало стягиваться. То есть игроки геополитические, которые претендуют на какие-то... Катар, Катар опять-таки. Хорошо, Катар. Которые претендуют на какой-то определенный статус, они же, видя вот такой вот кипиш, они моментально туда, как пчелы на мед слетаются. И тут же проявляются какие-то заявления и какая-то новая почва для других уже диалогов, споров, противоречий и так далее. То есть это такой, знаете, проект, из которого можно вырастить много других проектов и посмотреть на поведение разных игроков. С кого-то, с кем-то поманипулировать, кого-то втянуть в свою команду. Да нет у штатов, по-моему, так же, как у России сейчас возможности к манипуляциям, да? У них своих проблем хватает выше крыши. У них, безусловно, хватает своих проблем. Ну вот Россия не вмешивается при своих проблемах, к сожалению. Я считаю, что ты должна быть более активно вмешиваться в геополитику и отстаивать свои интересы. Но вот Россия не вмешивалась особо и по вопросу Ливии, и в российской общественности, я думаю, вы тоже помните, сколько было криков, даже в российской, что Ливию сдали, что нельзя было так поступать, что вот-вот-вот. Да, безусловно. Я так считаю, что какой бы Каддафин ни был, но мы его преодолели. Это была большая ошибка, очень большая. Вот в этом плане Россия, мне кажется, тоже ей очень тяжело успевать сориентироваться, потому что Америка, помимо того, что она делает какие-то определённые, такие классические шаги, Америка очень хорошо пользуется информационным пространством и очень активно там работает. Россия пока ещё так не умеет реагировать и давать ответные выпады. И получается, что происходит какая-то ситуация, Россия начинает анализировать, думать, грубо говоря, как себя повести, но там начинается такая информационная волна, включаются ещё другие игроки, начинается такая суета, что Россия не успевает. И мне вот кажется, что здесь вот ключевая проблема, потому что в Кремле нету таких, скажем так, людей, которые так хорошо владеют теми же технологиями, которыми владеют западные страны. Не все, конечно. Но у нас есть огромные специалисты, серьезные специалисты, к сожалению, уже очень пожилые. Это же Евгений Максимович Примаков. Так перезовите Примакова в советнике, пусть он вам объяснит, как нам быть на Ближнем Востоке. А вот здесь, мне кажется, уже возникает вторая проблема российской политики. Это внутренние противоречия, когда у нас внутриэлитные бесконечные споры, бесконечная драка за большой кусок пирога. Правда, непонятно, что за пирог, но все за него начинают драться. И даже когда есть человек, который, казалось бы, что вы дайте ему, что называется, слово и какую-то минимальную власть, может быть, станет лучше. Его просто боятся пускать, потому что это из Сирии положи палец в рот и откусит по самой локте. Да, Евгений Максимович, к сожалению, я, знаете, с удовольствием бы хотел, чтобы Евгений Максимович ему пооткусывал все, что у них есть, но это уже, к сожалению... Ну, я думаю, они не хотят этого. Да, но дело не в этом. Все равно человека хотя бы вот направить на направление Ближнего Востока, где у нас есть свои интересы, наши постоянные партнеры и арабские страны, да, у него серьезные взаимоотношения с Израилем, у него есть понимание, и у него огромная экспертиза все-таки, Евгений Максимович, как человек грузинского происхождения, и в этой ситуации мог бы помочь. Безусловно, но вот здесь вы тоже, знаете, когда обсуждали очень активно Путина Владимира Владимировича нашего, тоже было такое мнение, что сам по себе Путин не злодей, не тиран, и очень мудрый, очень опытный политик. Проблема в том, что Путин зачастую окружен людьми, которые видят только свои личные интересы, этим пытаются пользоваться, а людей, которые способны что-то поменять и создать действительно опору действующим президентам, просто не пускают. Ну, понятно, мы эту историю уже слышали с товарищем Сталином, хороший царь, плохие и приближенные. Ну, мне кажется, здесь как-то параллельство не стоит проводить. Почему? Нет, я же, серьезно, видите, если человек находится у власти, если он настолько мудр, то чего же он себя окружил людьми, которые к нему не пропускают информацию? У нас, в конце концов, есть интернет, вы знаете, за три минуты в интернете можно найти очень много интересного по определенным проблемам. Ну, мне кажется, все-таки это некая система, и изменить эту систему, мне кажется, не так просто. Это вот не фирма, что сотрудники устраивают, уволят, наняли другого, все пошло хорошо. Ну, кстати, на самом деле, это должно быть, государство так и должно быть работать. В идеале, возможно, да, это было бы очень правильно и очень удобно. Но я думаю, что Владимир Путин тоже заложник некоторых обстоятельств, и он не может вот так вот спокойно прийти и сказать, вот этого чека я убираю, потому-то, потому-то, потому-то. Ну, Хаша, а тогда какова позиция вообще должна быть, на ваш взгляд, Россия на Южном Кавказе, Россия на Северном Кавказе, Россия на нашем, да, это Россия по внутренней политике уже, Россия на Ближнем Востоке. Что нам Гекуба, что мы Гекубе, что делать-то будем, зачем нам это? Что касается, давайте, Северный Кавказ, да, все-таки внутри России, здесь, мне кажется, ответ, он, конечно, такой немножечко абстрактный получится. России нужно по-другому выстраивать вообще региональную свою политику внутреннюю, потому что у нас получилась как советская региональная политика развалена, когда каждый город отвечал, там, может быть, за какую-то промышленность или являлся звеном в какой-то общей цепи. Это все разрушено. Новое в этом плане не построено. У нас поэтому население мигрирует постоянно за вперед, то в Москву, то из Москвы, потому что там не выдержал конкуренции. У нас поэтому не считал, у нас поэтому обостряется якобы национальный вопрос, которого в принципе-то нет. Это тоже вопрос экономических проблем страны. И вот за счет того, что Северный Кавказ тупо пытаются либо закрыть вот чем-то вот таким тяжелым, либо подкупить. Вот если Россия продолжит свою внутри такую политику, будет взрыв, будут проблемы, будут волны, митинги, будет, скажем так, повод здесь и даже усилить дестабилизацию. Как вам кажется, есть ли сейчас, скажем так, противостояние Кадырову в Чечне? То есть, если не сегодня уходит Кадыров? Если сегодня уйдет Кадыров, я боюсь, что в Чечне начнется все очень нездорово. И то, что было так или иначе сделано, многие осуждают, как были сделаны вот эти, скажем так, миротворческие моменты. А кто-то говорил, что это чуть ли был, знаете, не бандитский разговор, в результате которого это получилось. Но в итоге это получилось. Значит, чуть ли не бандитский разговор. Это и был бандитский разговор. Но это прекрасно понимаю. Вот. Но тем не менее, все-таки результат был. Если сейчас Кадыров куда-то там уйдет, уедет или исчезнет, то в Чечне начнется повтор, то, что было. Опять начнется грызня за власть. То есть, я правильно понимаю, ситуация не разрешена никаким способом? Пока в Чечне решена только тем, что есть Кадыров. Но если, конечно, Кадыров исчезнет, да, мы столкнемся опять с тем, что ситуация в сути своей не решена. Решена только, знаете, каркас, такой поверхность. Но это дает время решить суть вопроса, если он будет решаться. То есть, вы считаете, что на самом деле это, опять-таки, роль личности в истории? В некотором смысле, да. Даже, скорее, не личности в истории, скорее, взаимодействие определенных личностей в истории в данной ситуации. А в Дагестане такого человека нету? Да, на сегодняшний день нет. И я так понимаю, что идут активные, что называется, его поиски. То есть, пытаются присмотреться, на какого человека возложить такие большие лавры. Хорошо, продолжим после выпуска новостей. Вернемся в студию буквально через минуту. Ну что ж, продолжаем общаться с Наданой Фредериксон. Надана, вопрос-то, значит, он с Чечнёй, мы поняли. Чечня у нас тоже шатко, поскольку держится всё на одном человеке. В Дагестане не держится вообще. Да, к сожалению. А прочие регионы у нас тоже, в Ингушетии видим проблемы. Российские ещё более ближние, там Кабардино-Балкария, в общем, даже говорить об этом больно. Да, вообще страшно немножко. Карачаево-Черкесия тоже. Так, в общем, куда ни кинь, всюду клин. При всём при этом мы в этом регионе проводим Олимпиаду. Насколько Россия может быть спокойна? Насколько Россия может спать спокойно? Учитывая, опять же, те инициативы, которые сейчас делает Федеральный Центр, я думаю, на время проведения этого мероприятия чудесного Россия может спать спокойно. Но очень маловероятно, что произойдёт какой-то такой момент, который Федеральный Центр сейчас не просчитал. Я думаю, сейчас все, кого надо, уже обезвредили, обезопасили. И сейчас просто вот такая искусственная... Кого обезопасили? Подполье-то наверняка? Я думаю, там сейчас с этим уже работают. Я думаю, что там уже отправили определённые группы, цель и задача которых просто всё зачистить. Вот в прямом смысле отогнать, зачистить, уже там, что называется, без суда и следствия, прости господи. Но проблемы начнутся, опять же, когда Олимпиада закончится. Вот здесь вот у нас будет очень много проблем. И что с ними делать, совершенно непонятно, потому что отправлять туда военный контингент и топором, что называется, наводить мир и порядок, это просто не получится. Во-первых, тут же прибежит мировое сообщество с криками и руганью, какая у нас не демократическая страна. А во-вторых, под этот топорный метод обострятся уже все накопившиеся в населении вопросы. А это, опять же, это в первую очередь экономические вопросы. Потому что когда у населения нет возможности себя экономически обезопасить, оно возьмёт дубины и пойдёт крушить всё и вся. Я вот посещаю Дагестан, честно говоря, в шоке от того, насколько потенциально богатая страна. Хотя вопрос о дагестанской нефти очень сложный вопрос, да, по её себестоимости, по выгодности её вообще добычи или добычи, как говорят профессионалы. Но вопросов очень много. Тем не менее, да, там есть нефть, да, там есть, кстати, для меня было открытием, что огромное количество итальянской обуви, а-ля итальянской, да, как это в скобочках делают американцы, сделано в Дагестане, что люди просто шьют, а игруки потом перешивают. В Дагестане огромные традиции по изготовлению действительно качественного мирового уровня обуви, да. Там есть сельское хозяйство, есть ремесленники, люди живут в чудовищной нищете. И, естественно, вместо того, чтобы проводить какие-то экономические преобразования, которые позволили, вы знаете, как любили говорить либералы первой волны, не надо кормить человека рыбой, надо дать ему удочку, да. Это отчасти в данном случае, правда, и в Чечне эту удочку не дали, да, то есть заливать все деньгами центра, это не решать проблемы. Это, знаете, извините, перебью, это как дать самостоятельность подростку, в котором родители еще не уверены. Да, потенциал перспективы есть, но той же даже Чечне, казалось бы, да, очень боятся дать какую-то свободу действия, потому что полагают, что как только этот подросток получит минимальный какой-то кусок своей личной жизни, его понесет на все штихеля, что называется. И опять придется решать все сначала, поэтому вот этот вот искусственный родительский контроль. Есть перспективы, есть что развивать, но в Дагестане пока еще не нашли, видимо, того человека, на который можно опереться, точно не будут давать никаких возможностей. Знаете, я думаю, что тут не очень точная метафора, и тут скорее так, что хотели бы дать даже возможность подростку порулить, но сидит дедушка, который давно уже все купил, и дедушке вовсе не выгодно, чтобы этот подросток, или даже не подросток и отец его, хоть как-то вмешался, да. То есть клановая коррупционная система, которая там существует, она, к сожалению, убивает все живое. Ну, в принципе, да, им больше выгодно то положение дел, которое сейчас есть. Ну, а в любом случае перемены будут. Вопрос просто, как они будут происходить, что называется совсем кроваво в черно-красных тонах, или как-то больше, ну, по-человечески, поспокойнее. А вы не ожидаете для России, вот я не люблю этого слова, и мне, кстати, очень многие, в том числе дагестанские друзья, просят не произносить слова «радикальный ислам». Хотя тут некоторые мои радиослушатели и телезрители интерпретируют, что мне кто-то сверху запрещает. Нет, не сверху запрещают. Я стараюсь избегать таких формулировок. Ну, хорошо. Хорошо. Насколько опасен вот экспорт для России радикального ислама? Возможно, из Сирии, где воюют сейчас боевики, где очень многие северокавказские боевики воюют, более того, татарские и башкирские боевики воюют. То есть, по Волжии мы вот недавно обсуждали эту тему. Это огромная проблема тоже может случиться для России и с этой стороны, да? Насколько опасен экспорт вот этих технологий в Россию? Насколько сейчас... Мне вот недавно один из гостей моей студии сказал фразу, что в Москве и в столице потенциально 600 тысяч последователей радикального ислама. Ну, мне кажется, это все-таки немножко дороже. Что-то как-то здесь... Надеюсь, по крайней мере, что это точно не так. А вы знаете, к сожалению, население Российской Федерации вообще во всех регионах, даже обозначенных, опять же, из-за низкого экономического социального статуса, оно сейчас проходит тот период, когда идет всплеск религиозности. Не будем это как-то определять, но вот это вот полотно, которое сейчас формируется, оно очень благосклонно впитает в себя некие технологии, которые будут все это больше поднимать, но в любом случае это будет политическое уже какое-то направление, потому что их будут направлять конкретно на какую-то задачу. То есть не просто все повально молимся Богу, да? Мы не молимся Богу, это, конечно, отдельный вопрос. А мы еще берем дубины или там берем пистолеты и идем в конкретную точку решать вопросы. А вам не кажется, что вот история с тем, что Россия перестает отчасти быть светским государством, и сейчас, в общем, церковь становится в России одной из политических сил, и недовольство государством перекидывается на церковь, отчасти это отталкивает от православной церкви и толкает людей к поиску... Мы это видели в свое время в Советском Союзе, бесчисленные кришнаиты, вплоть до клоунских последователей растафоризма, которым я, когда у меня был, кудри еще и являлся даже когда-то. Джанам поможет, да? Да, хорошие подробности. Да, но дело не в этом. Дело в том, что как бы отказ разочарования в официальной идеологии, разочарования в церкви православной, как в институте, да, потому что даже если человек уходит в православную церковь, зачастую уходит в грузинскую, в греческую, вплоть до кипрских катакомников, только бы не иметь отношения. Когда-то было модно РПЦЗ там против московской патриархии. И вот сейчас не происходит ли в ряде регионов как бы радикализации людей, которые готовы отказаться от этого и принять ислам, да? Ну, вы знаете, в любом случае... И не только ислам, там, в общем, много может быть... Ну, какую-то альтернативу, да. Альтернативу, да. Безусловно, вот сейчас позиции РПЦ, они, скажем так, большинству населения абсолютно не нравятся. И многие считают, что последние законодательные такие инициативы, они, по сути, лишний раз вбивают такой прочный гвоздь в становлении РПЦ уже как серьезного института. Знаете, как в Советском Союзе без партбилета было никуда. Вот многие боятся, что скоро без некой корочки о принадлежности именно к РПЦ также будет никуда. И, в принципе, сейчас действительно идет такая тенденция, что вполне возможно сто лет через десять все к этому придет. Это будет очень негативно, потому что вот тогда у нас все-таки многонациональная страна, как у нас все любят повторять, все остальные люди других конфессий, они закономерно начнут, что называется, буянить. И сейчас уже есть предпосылки. Я вот была как раз в Сочи, проезжала, Адлер Туапсе. Меня поразило, что там почти на каждом повороте висят огромные плакаты, баннеры с цитатами из Библии. Я там поговорила с людьми, которые не имеют отношения, скажем так, к христианству. Они очень сильно возмущены, пока еще лояльно. Говорят, а почему не повешать ничего из Корана? Раз уж вы вешаете там цитаты из Библии, что Коран это как-то что-то плохое, запретное. И у них уже вот это есть. Но это были, скажем так, интеллигенция, поэтому они так повозмущались. Но я так предполагаю, что там уже идет волна и тех, кому это уже не нравится совсем, вот совсем неправильно. Ну, потому что мы явно идем по сейчас тряде православия-самодержавия. Да, народности. Народности пока не хватает, а православие-самодержавие у нас по полной... Но я, кстати, в Сочи там было гораздо веселее. Я под Сочи видел плакат «Здоровая Кубань, крепкая семья, единая Россия». Подпись генерала Ткачев, губернатора Ткачев. И три женщины, склонившиеся над одной коляской. Я не очень понял, что эта троица символизировала то ли крепкую семью. Но сейчас по новому закону о запрете гей-пропаганды это вполне может быть, по-моему, расценивано. Так что у них вообще в Кубанском крае с наглядной пропагандой-то не очень. Ну, у них, скажем так, да, пиарщики тоже иногда делают ошибки. Но дело не в этом. То есть вы тоже видите в этом потенциальную угрозу. Исходя из Кавказа, который будет идти через наш юг России и по Волжье. То есть мы можем... Причем у меня такое ощущение, что власть, иницируя вот это усиление, она пытается сделать такой странный, на мой взгляд, шаг. То есть вот те межнациональные проблемы, которые у нас возникают, хотя возникают, на мой взгляд, опять же, они совершенно из других корней растут. Но, видимо, они считают не так. И они пытаются этот межнациональный вопрос как раз передвинуть в плоскость межрелигиозного взаимодействия. Зачем они это делают, я не очень понимаю. Потому что если они планируют, что в дальнейшем иерархия будет строиться примерно так, что будет встречаться представитель РПЦ с каким-нибудь имамом, и они между собой будут решать какой-то конфликт между русским населением Северного Кавказа, это получится просто идиотизм. Потому что не все русские православные, что называется, как и наоборот. И вот если они вот эту схему пытаются разыграть, это произойдет просто катастрофе. С другой стороны, это, скажем так, несколько будет удерживать наше общество российское от перехода в так называемое сетевое общество. Вот это, да, тут какая-то пробуксовка, что лишь бы не входить туда. Потому что любой религиозный человек, имея в виду там и ислам, и православие, глубоко религиозный человек, он в первую очередь ограничивает себя от разных развлечений, в том числе тут же интернет. То есть эти люди, они читают, они молятся, они обучаются, но к интернету они не заходят. И слава богу. Да. Два коротких вопроса, хотя на самом деле это вопрос каждой на часовой передаче. Просто мы уже подходим к концу, у нас пару минут осталось. Кто союзники России на Южном Кавказе, на ваш взгляд? И потенциальное развитие, конечно, Нагорно-Карабахского конфликта. Не увидим ли мы сейчас новый виток напряженности и агрессии в этом регионе? У России сейчас, ну вот говорят, что по традиции Армения, давний сотрудник России, неможечко уже... Христианские государства Кавказа, да. Из неможечко тоже все-таки стоишь с Арменией, не так? Потому что Армения, на мой взгляд, все-таки больше смотрит на Запад. Запад это тоже видит, знаете, как глядывая себя в бездну, в бездну глядывая себя. Вот у них тоже самое, друг на друга они внимательно смотрят. Как я когда-то перефразирую, если долго глядываться в бездну, бездна начинает смущаться. Да, тоже очень верно. Запад пока не смущается, Армения тоже. Да, в Армении находится военная база российская, это все считают почему-то сверхважным моментом. Но учитывая общую ситуацию с Нижнем Кавказе, это, конечно, приятный нюанс, но уже далеко не такой масштабный главный проект. Поэтому Армению полноценно зачислять к верным союзникам России, вот однозначной полностью, немножечко преждевременно. Азербайджан тоже сейчас отношения слабоваты, но у России в перспективе есть хорошие союзники. Если решится вопрос Грузии определенным образом и начнется какой-то диалог, вполне возможно на каком-то этапе все-таки страны выйдут на тот уровень, когда можно говорить, что союзнических настроений больше, чем разногласий. И с Азербайджаном, опять же, потому что мне кажется, что там взаимный прагматизм стран, потому что что Ильхам Алиев, что Владимир Путин, они не оторваны от реальности, они не витают, знаете, как Федор Иоаннович в свое время, сын Ивана Грозова, который витал вообще в своих каких-то мыслях и ни о чем другом не думал. Ну, это у нас другой был президент, который так... Да, у нас уже был такой человек. Вот, они прагматичные люди. Буквально 20 секунд все-таки про Нагорный Карабах, чтобы... Да, в общем, в итоге, я думаю, они найдут какие-то точки соотношения. Нагорный Карабах – это одна из самых таких сложных тем, и сейчас, мне кажется, мы уже не успеем это обсудить. В ближайшее время, я думаю, там военных действий не будет, вот этого точно. Но в ближайшее время будет очень много закулисных игр и очень много провокаций. То есть сообщения, как с армянской, азербайджанской стороны о столкновении на линии соприкосновения войск, они сейчас будут учащаться в ближайшее время просто... Ну, информационная война уже перешла на то, что Монсеррат Кабале... Да, присвестила Нагорный Карабах, и по этому поводу там уже... А на этом передача подошла к концу. Про Монсеррат Кабале мы продолжим в следующий раз. Натана Фредериксон была у меня в студии, координатор проекта по Южному Кавказу Института Евразеса. Я Игорь Виттель, услышимся завтра в то же время. Продолжение следует...